Денис Положи нож, Василек, все нормально Левый, левый Левый еще не поставили У меня тоже такой вопрос Скажи же, 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 же Сидел в туалете, монтировал видео Вот жизнь влогера Дайте дарахов скажет И-о, и-о А еще вот такого-то Я? И-о, и-о, и-о Это прожарка началась? Я хочу дам прожарку от нее Главное семья Семья, братво, главное Сейчас я действительно хочу поставить вопрос ребром Ответьте честно Хотите, чтобы я рассказал вам, как поучаствовать в розыгрыше С призовым фондом в 100 миллионов рублей? Или нет? Если да, то быстрее доставайте свою карту Тинькофф Блэк И слушайте, что делать дальше Напомню Тинькофф Блэк это дебетовая карта От надежного банка с кэшбэком рублями До 30% и ежемесячным доходом На остаток А чтобы поучаствовать в розыгрыше Вам просто нужно порекомендовать эту карту своим друзьям Если у вас уже есть такая карта То перейдите по ссылке в описании И сгенерируйте индивидуальную ссылку приглашения Отправьте ее своим близким друзьям До 30 июня И за каждого приведенного друга Который начнет пользоваться такой картой Тинькофф Блэк Вы гарантированно получите по 1000 рублей И возможность стать одним из победителей В розыгрыше с призовым фондом В 100 миллионов Оформив карту по вашей ссылке Друг получит один из гарантированных призов И шанс также принять участие В главном розыгрыше Но если у вас пока нет карты Тинькофф Блэк То вы можете это исправить Перейдя по ссылке в описании Оформить свою собственную карту И начать приглашать друзей Возьмите и спросите самого себя Хотите вы испытать удачу или нет? Если да, то действуйте Ссылка в описании Если вы готовы Я хочу представить вам наших сегодняшних гостей Замечательных Дениса Елену И Василису Конечно же Здравствуйте Здравствуйте Василис, как у вас настроение сегодня? Я хотел вас узнать Вы отдохнули Вы отдохнули достаточно хорошо Чтобы с удовольствием прийти на программу Или же ночь была беспокойной И что-то снилось не очень хорошее Мне на днях приснилось страшное Мне приснилось, что Илья Соболев Утопил Лену в реке Да? Да, реально Он ее топил Топил Я такой думаю Что ты делаешь-то? Очень мелко А он такой Да А он такой еще такой Типа Ха-ха Ха-ха А я знаю, что она плавать не умеет И она утонула Да? Может это он крестил ее? Может он необаптистом стал просто? Смотрите, Илья Соболев стал необаптистом Надо вопрос Это вопрос Илья Соболев Напиши, пожалуйста, в комментариях Зачем ты топил в моем сне мою жену? Ладно, дорогие друзья С этим будет разбираться Специальная комиссия по снам Ну что? Вы готовы? Я думаю, да Вы готовы? О, я по столу вижу там Еще сладкая мира Ильдар, аккуратней Василиса, у вас такие ресницы Я просто в шоке, честно говоря Да Я еще не знаю, как я сюда попал Испепелила Она же сегодня с утра придумала рэп Она хотела презентовать рэп Вася, покажешь свой рэп, который ты придумала? Давай Тут главный эксперт сидит Давай Ну давай А А А А А Все Все Вы сегодня просто сделали Сделали игру Это самая новая школа Очень Василиса, как вы закатываете глаза просто? Декст запоминающийся очень Да Я согласна Итак, первый вопрос Василиса Денисовна Вопрос к вам Свою, Вась, там к тебе Здравствуй Почему ты перестала показывать факи? Вроде взрослый человек, да? Да Подурак, да? Я могу чуть-чуть поподробнее объяснить Ну, она сейчас взрослеет Она взрослеет И мы такие Васюш, ну мы стараемся объяснять Что не все это понимают Потому что тем более Она взрослеет как раз таки И Ну, взрослые могут обижаться У нас там уже было такое Когда она Такой вот Она там от трех до четырех Перебивалась И она кому-то из взрослых людей Показала Фак, и человек Ну, это был Тренер по плаванию Это было, да На плавании И он обиделся И мы Причем это было так Да, да Она плыла вот так Вот И мы начали объяснять это Что, Васюш, ну это не для всех Да Ну, меня это и мама Ну, невероятно смешит Но мы вот так воспитаны, наверное Что вот нам смешно В пределах дома Хорошо Где-то еще там с друзьями Окей Но на На всех остальных Надо аккуратнее Потому что Не все это понимают Не надо как мистер Бин Ехать и вот так Ну Хай, да Да, да Поэтому Сейчас, да Чуть-чуть она Разбирается Учим ее разбираться Это же тоже наука целая Где надо показывать Осознанность Осознанные факи Конечно А как еще правильно Знаешь, что это вот эти все штуки Это же все с годами только приходит Ближе к сорока уже у меня пришло понимание Да, я не специально Я уже, конечно Леди Баг Она Леди Баг у нас, да Она трансформируется из хулиганки в Леди Баг Поэтому, да Аккуратничаем Ну, взрослеет Денис, ты предлагал ребятам из хлеба в последний альбом включить песню «Сияй» Где было бы понятно, о чем вы поете в припеве Да Но я послушал, там вообще ничего же не понятно Скажи, пожалуйста, о чем вы там поете Слушай Чего? Это ко мне вопрос Сейчас все расскажу На самом деле Задумка была такая Мы хотели Спеть как Рамиль Да Чтобы было не очень понятно, что мы там поем И мы это сделали И потом мы встретились с Рамилем Ему очень эта песня понравилась И мы предложили ему сделать Вторую версию этой песни Где он припев перепоет Чтобы было вообще все ясно и понятно Но он Ну, ему Ну, как бы Сейчас и без нас работы хватает Он тактично Отказался Вот И тогда я ребятам предложил Давайте тогда мы на альбом добавим Такую версию Где будет понятно, что в припеве Это будет смешно, неожиданно Слушают старую песню с ей А там все понятно И пацаны сказали Клевая идея И забыли про это Да? Да Ну, как Рамиль, в принципе Да, да, да Мы такие Ну, ладно, видимо И на самом деле Там поется пока что Блин, я сейчас раскрою секрет И меня, может быть, застрелят пацаны Это коммерческая тайна Я не могу рассказать Не надо, не надо Но все я могу сейчас рассказать Сияй И забыю Сияй Тебя люблю Сияй И забыю Спасибо Коммерческая тайна Не раскрывай ничего Как там было Да Супер Спасибо большое Спасибо большое за вопрос Мария Миронова Ай Нет Мироновай Мироновай Вот Всем привет Меня зовут Мария Мы знаем уже, конечно У меня вопрос к Деницу и Лене Сейчас в США хотят ввести закон Который обязывает родителей Выплачивать своим детям За съемки видеороликов Если бы Василиса получала зарплату Сколько бы вы ей платили? Исосная Хороший вопрос Вася, вот если Мы получаем Сто рублей Сколько мы тебе Зимволчаем Сияй Но, слушайте У нас сейчас Полное равноправие Но она получает тоже Свою отчасти зарплату Просто в игрушках И в сладком Она у нас, да У нас у нее гонорар Сейчас в игрушках В сладком Ну и мы копим Какой-то денежный Как это? Сундучок Сундучок Под узком Для того, чтобы Да, когда она Повзрослела И сказала Слушайте, ребята Время подбиваться, да? Да Подобьемся по бабкам Родня И мы такие Ей, Василек Все нормально Вот, пожалуйста Положи нож, Василек Все нормально Делай, что хочешь с этим Но Сейчас Ну это тяжелый вопрос Я не знаю Мы пока еще с ней Вообще финансовую сторону Не обсуждали В плане того, что Она пока не умеет Просто распоряжаться этим И считать Как бы денежки Поэтому у нее Просто в том, что ей интересно Это, конечно же Покупка игрушек Она все инвестирует в игрушки Да, мы недавно зашли В детский мир И такие Давай Карт-бланш И она побежала И на 15 тысяч Такая просто Всего набрала себе И мы ей тут объяснили Подожди, смотри Но если ты делаешь так То есть еще дети Там есть коробка добра Вот они из детского дома Ей тоже объяснили Что можно сделать еще и добро И она такая А, даже так Типа дети есть У которых нету игрушек Я могу что Сделать добро им И она побежала По второму кругу И 30 тысяч у нас в итоге Чек был Мы такие Блин, круто И она осознала Что можно сделать Доброе дело Что там Где-то есть В детском доме Дети Которые Без возможностей Аплодисменты Василиси А ты А ты Василиси Третью Елену взять Третью Елену Это вопросы к первой Елене Лето Время спонтанных приключений Выглянуло солнце Срочно нужно идти загорать Появились планы на вечер Срочно нужны новые духи Если вы хотите сохранить в себе Летнюю романтику И дух авантюризма То вам просто необходимо Мобильное приложение Золотое яблоко С супербыстрой доставкой С его помощью Все, что вы закажете Будет у вас уже через Несколько часов Приложение золотого яблока Вас всегда ждет Огромное количество Косметических И парфюмерных брендов А также Постоянные скидки И акции И теперь Порадовать себя И своих близких Стало еще проще Ведь любой товар Можно оплатить Далями Это значит Что не нужно платить Всю сумму сразу И можно это сделать Просто по частям Ну а для всех зрителей Вопроса ребром Специальный бонус Лови промокод Бьюти Баста На дополнительную скидку 15% На весь заказ От 8000 рублей До 27 июня Для этого В категории Наша коллекция Нужно выбрать товары На 2000 рублей А затем Дополнить свой заказ До 8000 рублей Ну а всю информацию По нашей коллекции Вы найдете По ссылке в описании Есть бренды исключения Всем привет Меня зовут Настя А у меня такой вопрос Лена во всех видео Намекает на то Что очень хочет Гелендваген Денис Когда уже купишь Лене гелик У меня тоже такой вопрос Как бы Ну гелик Хотелось бы Нет Хотелось бы как бы Подбиться Да Не она хочет Гелик И И огурчик папин Ой Я Давайте перезапишу Я не понял Расскажи про что Поподробнее Это голова папиной мозги А Папина Я думал Что она Хочет Не гвинтолли Но Хочет Что-то соизмеримое Хотелось бы Правильно Да Да дорого Мы работаем 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 Я посмотрел Сколько стоит Гелендваген новый А он в тот момент Когда я посмотрел Стоил 50 миллионов Я такой А как это Ну Как это Сколько это Как выглядит Да Уми за мои деньги У меня же бабло есть Вот Ну мы недавно ходили На выпуск Жекичу Дубровскому И он объяснил Что можно покупать Машины еще Бэушные Конечно Вот я хочу Ее подсунуть Какой-нибудь Уставший И в этом ничего страшного Нет Уставший Ширпотреб Ну посмотрим Ну это Мам И все Вентуально Ты можешь не получить Да я уж так поняла Ты можешь получить Только Ты можешь получить Только огурчик Ну суть Сури Спасибо большое Аплодисменты Спасибо большое Денис Ты снимался в сериале Гражданский брат Брак С Агатой Муценица И в одном из интервью Ты сказала Что Агата В постели Была просто бомба Жена конечно Ревновала Но Мне было настолько страшно Что У меня не встал Поэтому Вопрос К Лене Лен Поскажи пожалуйста Часто У Дениса В жизни Происходят Подобные Ситуации С Агатой С Агатой С Агатой И Денис Тоже вопрос К тебе Не переживайте Вы про Я никак не могу Ее фамилию До конца Правильно выговорить Списайте Муценице Муценице Я вот Сколько с ней знаком Не могу Муценьяце Или Муценице Муценице Вот видите Начинаешь Как-то вот Разбираться Ну я Да Я не буду Говорить Сложные фамилии Не мне говорить Это Ее фамилия В песне Сияй Была Получается Да Сияй Муценице 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 Знаете Муценице Это я знаю Ну давай Муценице Уе О Это Уе Уе Это что-то на валютном Уе Это Которая Здесь Напись Где Уе Сияй Все Это Шифровый Сияй Так И И вопрос К тебе Какое Самое Страшное Что было Самое Страшное В постели С ней А Хорошо Хорошо Сначала ты расскажи Как плох я Ну Насчет того Насколько часто У тебя такие ситуации Мне кажется Это вообще Был первый опыт Когда он снимался В постельной сцене И целовался С актрисой Но я не могу сказать Что у меня какая-то ревность была Да не была Ну что это Ты же Да не Он так целовался Честно говоря Да Он так нервничал из-за этого Он прибегал ко мне И говорит Давай Давай Зарабатывай на гель Маме Все Мой слаще Я понимала Что это просто работа И не более того Я поняла Что это просто работа Ну такая вот работа Просто работа И больно Сжимала плечик Не ну У тебя переживание Какое-то есть По-женски Но все равно Я больше переживала Наоборот Что у него Хорошо получилось Он так переживал У него был такой опыт В фильме Ну в сериале И это было Очень важно для него Вы дома сидите Такая муциняца пишет Заскочи ко мне Порепетируем У них было Кстати свидание даже Для того чтобы Чтобы сблизиться Води не подморозь За руки держали Нет На самом деле Это переживание Очень сильное Ну стресс Стресс Постоянная сцена Да Это вообще Надо как бы Держаться Представляешь Там еще стоят люди Да И такие Давай Давай И на случай Я могу сказать Что у меня было Что у вас было Как было Прости Тебя тогда не было еще Ты была в планах Василиса Это все люди обманывают Через мое живот Да Через мое живот Через пупочек Да Но Нет Это мое вентилятор Вентилятор А как часто Извините за что перебиваете Это вопрос к маме А как часто такое происходит Расскажи Ну что вот Что Там вопрос Нам надо ответить Дубль Переснимать приходилось Дубль Отвечай честно А то нам надо будет Заплатить за счет И тогда гелик Еще отоплится Когда дубль так сказать Не получался Не было каких ситуаций Чтобы вот Не но сейчас Со временем Я начинаю сталкиваться с этим Очень много работы Это работа Очень много стресса Возраст Я недавно подходил к ней И говорю Что ты как-то две недели А как будто у меня Я вообще забыл Что есть такая штука Как У тебя недавно в подкасте Я видел тоже вырезку такую Что я такой Мне аж полегче стало Что я такой не один Как будто ты Ты такой не один Да Ну все Да Ну как будто С возрастом приходит Такая Это еще и слава Такой прикольчик Когда у тебя Много работы И много стресса Ты такой Ну можно Сашу и Таню посмотреть С бутербродами Обожаю Да Это тоже Это огонек Деда Твоя старт Я вам скажу Ничего Хорошее времяпрепровождение И груша сладкая Опять же Порезанная Вот И это так чуть-чуть пугает Конечно Но Важно Как ты знаешь Правильно распределять Энергию Наверное Все-таки Когда очень много Работаешь Для того чтобы А и не стрессовать Во время Того как это произошло Потому что Еще хуже становится Спасибо большое Да ну ладно Блин Я сейчас открыл вам Не стрессовать Прописывать Свои особые переживания В особую книжку Записывайтесь на мой курс Я сейчас с собой Скажи же Жи Жи У меня вопрос К Василисе Можно Да конечно Василиса А кого ты любишь больше Маму или папу Только честно Не смотри на папу Не-не Зай Никакого Ты же Не Я не на него смою Он не мешает Мешает? Я уже замолчал Как только на меня посмотрел Я сразу убрал звук Давай Я рассказываю Ну помнишь Подходила и просто стояла С ней рядом Вот так И Ля-ля-ля Чем старше Тем легче Да-ля-лят Если Когда игра Нет, мама, она же легкая у нас, я смогу ее... А, вот вы с мамой будете? Ей, 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 ей. Ну, вообще, Вася гасит нормально, на самом деле. Я поэтому тебе говорю, чтобы ты не поддавался, не скидывал на то, что она ребенок. У нас просто здесь вот Юстина, она, да, она вот красивая девушка и еще тренер по боксу. Да. И она меня научила бить. И я это знание... Так она меня тоже. Я это знание, да. Лево. Я это знание передал ей. Хороший пошел. А хочешь, Вася, показать, дяде Васе, как ты бьешь? А ну. Давай. Давай. Тапки только правые налево, лево направо. Давай. Подожди, дай... Давай переоденем. Давай сюда, давай сюда. Подожди, тапки переодень. Ты левый вправо, правый влево. Давай. Так можно вот так? Давай. Давай вставляй ноги. Не, наоборот, разматывай. Давай. Так, правую руку. Правую пошло. Давай, просто гасит. Ай! Оба, сейчас, секундочку. Сейчас, секунду. Давай, я держу звук. Еще. Левый, левый тебе. Ау, еще. Левый еще не поставили. Ау. Все, спасибо. Чемпион, дай подниму руку, кто чемпион. Она тут недавно дави так била, вложилась. Дава прям упал. Да? Да. Молодец, правильно делает. У меня сейчас занимаются тейквондо, дочки. Вот младшая сдала на желтый пояс, она сейчас всем подходит. Хотите, покажу пункт С. Ну, просто вот, да, я напомню. Ся, мэ, хэ, ха, ра, ки, ка. О, кайф, кайф. 25 раз отжалось. Ого. Да. Больше, чем ты. Больше, чем я. Она, это... Больше, чем я. Какая у нас правильно ориентированная программа. Спорт с детства. Всем привет. Меня зовут Марина. Васюш, тебе вопрос. Вася, у меня вопрос к тебе. Кем бы ты хотела стать, когда вырастешь? О. Ну-ка. У Васи меняется это. У нее уже было два разных ответа, она нам говорила. Ну, посмотрим сейчас. Кем ты хочешь быть, Васюш? У тебя мамины волосы твои лежат на плече, коса твоя. Кем будешь, дочь, когда вырастешь? Драха. А это серьезно. Ну, а серьезно, Васюш? Драха. Ну, ладно. Я сам еще не определился, кем стану, когда вырасту. А кем ты, вот ты когда вырастешь, какой бы ты работой хотел заниматься? Я могу сказать, кем ты хотела, с кем ты нам говорил уже дважды. Ты говорил нам, ты хочешь быть ветеринаром, а потом прошло полгода, ты сказал, ты хочешь быть психологом. У тебя впереди еще много времени определиться, тебе сейчас не надо делать финальный вывод. Я вообще не хочу никем быть. Никем быть? Я хочу остаться таким, я хочу. А, с собой остаться? Правильно. Хороший выбор. Супер. Это по-болосовски было. Во влогах вы часто ходите в рестораны, бары, распиваете спиртные напитки и часто берете с собой Васю. Да и дома у вас часто бывает винишко, шампанское. Да. По-вашему, это нормально, что Вася находится как бы с алкоголем и... Ужас какой, господи. В общем, вот как это все влияет на нее. Да. У нас так, у нас мама позволяет себе попить вина. Какой ужас, мать, пить. Вот. Ну, и... Ну, она это, у нее такое, у нее это, как это, в терапевтических, эстетических целях она не пьет больше двух, три, три бокала водки. Не, у нее есть, конечно... Уже двух, трех бокалов водки. Не, я сейчас, конечно, я не хочу делать, чтобы мы такие, как это из клипа Backstreet Boys, такие все в белом, идеальная семья. Бывает, что Лена, этот, приходит подруге, и Лена там дает джазы, они накидывают, ну, в общем. Слушает джаз, да? Да. Не без этого. Но, ну, это естественно, то есть мы не скрываем от дочки, что у нас мама... Что у нас проблемы в семье. Мама пьет. Да, да. Ну, это же нормально. Зачем маме прятаться и уходить... Молодец, да, Лена? Молодец, хороший парень, да? Лена, конечно, смотрит на нее. Может быть, она подаст таким образом пример, что... Что этого не надо делать, да? Ну, что вечером можно себе позволить один бокал или два бокала вина. Пока ты кушаешь, там, что-то нормально ешь. Ну, это нет такого, что она сидит, ну, или я сижу там, и, знаете, вот у меня, когда Васи не было, там, в мои молодые годы, да, юности, вот там был трэш, когда мы каждый вечер просто зачем-то с парнями сидели во дворе, там, шесть бутылок пива засасывали в себя. Ну, просто потому что нечего делать. Вот если бы сейчас такое происходило у меня при ней, ну, наверное, это вопросики. А так, я не буду против, если она вырастет после, там, 18-20 лет, будет позволять себе, там, бокал, два бокала вина, ну, это же от этого никуда не детство. Я не могу делать. Я думаю, она, я думаю, и она сама разберется. Да, конечно, да. Даже если мы этого не покажем, ну, она все равно это увидит везде. Она выйдет гладаться с подругами, там кто-то, как есть с матом. Я придумал, хотите, историю рассказал, как я с матом разбирался. Хотите, расскажу? Давайте. Да, у меня, ну, как бы, человек я такой достаточно неприятный, и бывает проскакиваю, там, в телефоне с кем-то ругаюсь, ну, южанин, чего уж сказать, громкий, там, душнило. И один раз моя дочка, ей было 6 лет, она старшая, сказала нецензурное слово. И я три дня думаю, как же мне это прожить, как мне с этим справиться, как мне объяснить, и, ну, все, я говорю, вот, беру ключи от машины, говорю, поехали, садись за руль, поедешь за рулем. Ну, подходим, я сажусь прямо на пассажирское место, и она стоит, как бы, я говорю, садись, вот за руль, там, вот тебе ключи. Ну, типа, я там не умею, там, это для взрослых. Я говорю, что есть такие слова, которые могут использовать только взрослые. Они, естественно, есть, но не все дети могут этим пользоваться, как водить машину. И у нас вот, как бы, это сработало, потому что было жесть, я прям думал, ну, все. Клево. Сейчас она в школу придет, и там скажет, дочь у вас яблоко, вот это все. А у нас так же, у нас тоже она, ну, проскакивает, мы же все, мы же все, да, не идеальны. Ребята, мы люди, ну что? Я тоже, меня бывает, там, что-то довело, я просто в комнате, бум, и выпало изо рта все это, вот. И она это слышит, и мы с ней проговариваем, я тоже объясняю ей, говорю, что, ну, будет время, ты повзрослеешь, ты все равно от этого никуда не денешься, ты можешь это использовать, эти слова. Ну, это, как бы, знаете, даже она просто тикток вот листает, и там раз прилетел в рекомендациях, она, ну, у нас есть такой терапевтический сеанс иногда, да. Я ей разрешаю, говорю, иди сюда, если тебе хочется что-то сейчас сказать, давай проговори. Какие-то новые слова, может, там, в тиктоке где-то, или где-то еще увидела. Скажи, она мне так, говорит, пап, смотри, вот такое слово. Перекус таксисточек. Да, 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 вот она такая, раз сказала мне, и я вижу, у нее такой рот щипет, ей нравится это, вот. Ну, и все, из-за этого она выговорилась, поговорила с вами. А что там было, и я пошла с вами. А все, и хорошо. А там рот все же ротное. И все, нормально. То есть все не через запрет, а через объяснение мы стараемся делать. И так же с этими бокалами вина, ну, ну да, а что, ну, как бы. Мне кажется, тут важно. То есть это не происходит в каких-то посиделках таких, когда наутро все лежат, или там в каком-то жуткости стоим. Да, ну, хорошо, что вы объясняете, ну, я вас умоляю, ну, не надо объяснять это. Да, ну, хорошо. Мне кажется, важно не вырывать это из контекста, а еще понимать, что родители показывают своему ребенку, помимо там двух бокалов вина и того, когда у них сложные моменты, они где-то переживают, позволяют себе что-то так сказать. Важно в целом оценивать. На мой взгляд, крутость ребенка, что он воспринимает своего родителя целиком, и это воспринимается на чувственном уровне. И он воспринимает и любовь, и заботу, и то, что делают для него хорошо. Примеры родителей, ну, это такая сомнительная история, которая по итогу ни на кого не влияет. Вот, допустим, на меня пример моих родителей никак не, на моего брата никак не повлиял. Мы с братом совершенно разные люди. Он выпивать начал после 30 лет, вот. А я как бы раненько начал, да. Хотя мы вот в одной квартире живем. Ни у кого не понятно, как это работает. Мне кажется, что нужно просто дарить максимум любви и заботы. А там уже дети наши разберутся какими-нибудь людьми и как жить. Подписываюсь. За это выпью. Спасибо. А знаете, кто самый главный в Ютьюбе? В Ютьюбе? Так. А? Он слушает внимательно. Кто? Угадайте. Ну, судя по истории наших просмотров, это Влад А4, да. А кто? Все понятно, давай. Ну, вы же уже знаете по моему лицу. А кто? Говори, Заяц. Кукуяки. Разрывная. Всем привет. Меня зовут Ульяна. У меня вопрос к Василисе. Есть ли у твоих родителей секрет, который они не просили тебя рассказывать? Ну, начинается. Давай, Василис. Тревожная музыка. Я с Артуром прячу сладкое. Что, что ты? Я с Артуром прячу сладкое. Опачки. Артур, это наш оператор. И она сказала, что они с Артуром прячут сладкое. Это больше твой секрет, чем наш. А девушка спалила Артура, наверное. Будем все-таки думать. А, волшки. Да, какой у нас с мамой секрет есть, который мы просили бы. Мы бы не хотели бы рассказывать здесь. Она доверена ребенка, что она от напряжения сдала друга-оператору. Значит так, мать, погодь, погодь. И не то, чтобы я, но оператор наш плачет сладенькое. Ты так себе певец, так себе дизайнер одежды, так себе актер. Ты сам так себе. Есть хоть что-то, что ты умеешь хорошо делать? Слушай, я недавно был на шоу, где мне как раз-таки психолог говорит. Сейчас, ты слишком меня разволновал. Потому что я пытаюсь держать лицо. Ты животное, что он у тебя базарит с тобой? Типа, да нет, это же нормально. Ты как листань его, пойди ты что? Короче. Это его психолог пришел. Он у меня папа самый лучший. Спасибо, зайка. Спасибо большое. Да все нормально, это шутка была. Старик, ты что ушел, глянь, занютил сразу. А вернись сюда, ты что? У нас позитивное шоу, у нас дети в гостях. Ну что ты конючий сразу? Да. Извини, пожалуйста. И в общем психолог сказал мне, я с детства привык стоять на табуреточке и что-то такое веселить, чтобы люди мне хлопали. А когда я прихожу... В роли шута называют. Да, когда я куда-то прихожу и остаюсь без табуреточки, я начинаю становиться, ну мне безопасно становится, я начинаю теряться. Потому что когда меня не хлопают, я не получаю одобрения. И психолог мне тоже говорит, а зачем тебе это? Ну привык ты эту табуреточку с тобой таскать, отвыкни от нее. Попробуй не получать одобрения общества или что-то еще. И это такой путь, который я осознал. Представляешь, мне только 37, я только до этого докопался. Ты 37? Да, мне 37. Как ты, блин, как быстро время прошло. Да мне и со мной 43. Я не могу, невозможно, что у тебя 37. Ты для меня все 27. Спасибо большое. 37 лет. Спасибо большое. Я не ставлю сейчас. Подожди, стоять. Я сейчас, я принимаю... Постой на этой табуреточке сейчас. Я принимаю абсолютно точно, что я не вообще, не музыкант точно, я суперпосредственный рэпер, мне не нужна карьера какого-то там сольного рэпа, я уже от этого отказался. Дизайн, я просто испытываю к этому страсть, я не знаю, на это надо время, посмотрим какое время, потому что я понимаю, что это не только, я строю команду там, и там не только от меня завести, это может быть посредственный дизайнер, но я, может, соберу хорошую команду. Нормально, да что ты посыпаешь голову пеплом. Есть один... Ты можешь сядь себе, ты можешь, садись. Спасибо большое, Денис. Но, последний вопрос. Париж, стой. Последний вопрос, а последний. Ну, мне достаточно того, что сказала она. Если я буду для нее хорошим папой, для нее хорошим мужем, значит, я уже сделаю что-то хорошее. Денис, можно, можно я... Ну, главное, главное, не превращаться самому в табуреточку. Дайте, пожалуйста, скажи. Спасибо. Я говорил много раз очень это Денису и всем ребятам. Если бы не вы, я бы не начал заниматься Ютубом вообще. Блин. Да, если бы не вы, не было бы улыбок, настроение хорошего. Не, серьезно. Если бы, правда... Денис суперталантливый человек. Что себя, зачем себя? Очень люблю тебя. Спасибо большое, Эльдар. Спасибо. Это у нас у всех это синдром самозванцев. Всегда приходится людям говорить, что... Ну, говорить людям, что... Да, я рэпер такой, я там, ну, такой... Все нормально, все хорошо, раз мы тут. Значит, все у нас хорошо, ребят. Значит, люди вас любят, уважают. И группа «Хлеб» для многих это приятная, замечательная музыка, которая нас радует и искренне заставляет улыбаться. Пусть даже и внутри, чтобы никто не видел этого. Аплодисменты. Малышева Елизавета. Вот, вот. Здравствуйте, меня зовут Елизавета. У меня вопрос. Вы часто в своих интервью говорите о том, что помимо всяких приколов с Васей, вы занимаетесь с ней еще и воспитанием. Расскажите, пожалуйста, что она знает, считает, пишет, какие секции ходит. Это к маме, ко мне, ко мне все безумно. Ну, я знаю, здесь шок. Давай. Красный свет, дороги нет, желтый осторожно. Вот, когда зеленый, можно проходить. Да, она чуть сваливается в хоку, да, но все равно. Расскажи, Пустьон, что сейчас происходит у нас с педагогической точки зрения. Ну, у нас Вася занимается дошкольной программой, она подготавливается к школе. Вот, мы пока еще не знаем, в этом году она пойдет или в следующем. Но, конечно, она изучает сейчас алфавит, самое основное, стишки учит. Вот, у нее школьная программа, каждый день по 25 минуточек, чтобы ее усидчивость выработать. А так, конечно, сказки по вечерам с папой. Английский. Молодец. Английский у нее сейчас еще занимается. Английский, да, еще есть у нее. Очень вовремя, я помню, как ты учил английский долго. Вообще просто, я где-то вот, да, с 30 только такой, блин, я просто в какой-то момент осознал, что мне важнее всего, из того, что я учил, мне нужен английский почему-то. Как всем в принципе. Да, наверное. Английский очень пригодился мне в жизни. Я это ей тоже стараюсь такое донести. Но на маме у нас вся вот эта педагогическая история, она ведет, я к этому руку вообще... Все приятные хлопоты. Да. Такая же история, правильно, правильно. Это важно, это должна за этим сидеть женщина, ответственность за ней. А на мне, на мне это вся игровая часть и философия добра. Я ей постоянно рассказываю про добро. Я ей говорю, пожалуйста, ну вот мы сегодня с утра даже, я ей объяснялся, я ей вновь рассказывал, что добро всегда возвращается, добро побеждает зло. То есть мы вот на разных примерах, потому что она еще не всегда это понимает. Да. Она узнала новую эмоцию, допустим, что можно через что-то сделать плохое. Знаете, есть такой, мне психолог сказал, плохая королева тоже королева. И вот дети это хорошо применяют. Главное эмоцию получить. А как это получить, неважно. И я вот ей объясняю то, что пойми, добро, оно всегда будет возвращаться к тебе. А плохое, оно всегда вот не будет давать тебе никакого результата. И это на мне. В общем, философия и безумство на мне, педагогика на Елене Сергеевне. Все, да. Слав, Слав, это практически твой девиз. Плохая королева тоже королева. Аплодисмент. Нет, тут надо в конце, тут надо в конце одну маленькую деталь добавить. Плохая королева тоже королева. Зай. Зал. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лиза. У меня вопрос к Денису, к Лене. Как часто Василиса себя плохо ведет и как вы ее наказываете? Да часто бывает, что она... Мы сейчас учимся, я ей постоянно пытаюсь объяснить, что когда мы говорим... Васюш, остановись, остановись. Она бывает заигрывается, ее уносит, она не может, как это... Учим чуть-чуть самоконтролю. И прямо сегодняшний утро то же самое было. Мы даже чуть-чуть повздорили, и я вот сидел и рассказывал про то, что... Васюш, не надо, да? Куда? Все, да, это грязное белье, я понял, да, я промолчу. В общем, бывает. Я понимаю, что, может, мы там в социальных сетях выглядим, как какая-то супер-мега... Такая мягкая семья, но у нас бывает, но это же просто жизнь. Конечно, она ребенок пятилетний, она устает, она узнает новое, узнает, как говорить нет, как отказываться чистить зубы. Ну, то есть это такая... И на фоне этого бывают споры, ссоры. Но все, опять же, мы постараемся... Объяснять. Объяснять, да, объяснять. То есть мы никогда, конечно же, мы не шлепаем, то есть таких у нас наказаний вообще не присутствует. Мы садимся с ней и просто объясняем, что вот в этой ситуации она сделала что-то не так, что она могла обидеть маму или папу, что как бы, как нужно правильно поступить в этой ситуации. И, конечно же, спрашиваем про ее эмоции, что она испытала, чтобы понять, почему она так себя повела. Это же очень важно, понять, почему ребенок в какой-то ситуации, ну, что-то сделал. Потому что, мне кажется, воспитание детей — это, в первую очередь, воспитание себя. Лен, 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 у нас не комиссия по опеке, все хорошо. Все, не переживайте. Мы уже поняли, что ты не сильно выпиваешь. Ребенка не бьете. И очень-очень много занимаетесь с ним. Ну и бывает у нас... Ленка не бьет. Самое максимальное наказание... Это ты задаешь, это Тон. Ну я... Самое максимальное наказание... Самое максимальное наказание... Это какое, что мы делаем? Это... Знаете, что... Вот расскажи, когда ты совсем не слушаешься, и мы такие все уже... Как тебя папа не очень хорошо ведет, скажем? Как мы тебя вот... Когда мы тебе уже все такие... Вася... Это грань. Как мы тебе, да, грань эту показываем, чтобы ты остановилась? Что мы тебя просим сделать? Либо остановиться, либо посетить в угол пойти. Вот. Мы иногда можем, когда уже совсем просто уже из контроля все вышло, мы просим ее встать в угол, но мы ее прям просим встать в угол. Ну, я надеюсь, по классике на колени, на дробь железную, да? Да, да, на горох, да. Вот, на горох. Чтобы успокоиться. У нас нет такого, что она стоит там в углу, до тех пор, пока... Я говорю, встань в угол, как ты поймешь, что ты все успокоился, готова выйти, выходи сама. И она такая, я папа успокоился. Я говорю, все, выходи тогда. Вот, мы как-то... Здорово. Вот так. Как замечательно. Мы такие хорошие, да? Да, такие... Такие приторные. Суперские хорошие. Я, на самом деле, понял со своей старшей дочкой, да, ей уже скоро 14 лет, и она, ну, красится. И когда я шучу, я рассказывал потом, когда я шучу, она говорит, ты думаешь, что смешно? Вот так говорит. Ты думаешь, что смешно? Пожалуйста, можно не кричать здесь громко, спасибо? В ресторане так говорит. Вот так. Здесь громко не кричать, спасибо. Я умоляю. Сейчас не надо, вот такой тон, я вот так разговариваю. Я чувствую себя... Папа, знаете, из фильмов, когда за папу стыдно было всегда. Да, да, да. Ой, у меня тоже начинает периодически это прилетать. Просто ужас, просто, и она говорит, спасибо большое, я только не начинаю, я все-все-все-все по делам. Так сидишь, как будто тебя блюли просто из ведра каким-то... Я уже жду, когда будут приходить школьные друзья, а я буду этот, вот этот палец дернить, вот это, чтобы прям кринжать, она такая. Да, чтобы... Как будто я... Ну что, молодежь, гопа, как нам стайл. Да, да. Повезим все. Как там? А это будет же, ты понимаешь? Да, так самое страшное, что я это прислушаю, и мне от этого, знаешь, вот это... Это замечательно. Блин, это клевенько. Когда мы превратимся все в тупящих батьков, будет наоборот, это мило. Это, на самом деле, потом вырастает, мы все вспоминаем, как наши батьки пытались быть с нами на одной волне и предлагали нам слушать Назарет. Вот, ну... Да, да, я так удивляюсь, извиняюсь, что перебиваю, я благодаря Ваське понимаю, как я взрослел, и как родители мне там тоже, папа, что-то мне объяснял, а я такой... Спасибо, понятно. Я уже занервничал, да. Это, я такой, да все, короче, да, все. И я сейчас сам наблюдаю, как я тоже самое делаю. И это так удивляю, и я откидываюсь туда, и мне прям, а папа уже нет, и мне об этом ему некуда сказать. И я такой, блин, вау, вау. Цените батьков, пока живы они, конечно, да. Так, аплодисменты нашим замечательным гостям, дорогие друзья. Меня зовут Ангелина, вот, я тоже за вами очень наблюдаю, мне очень понравитесь, у вас очень классная дочка. Спасибо большое. Вот, а у меня такой вопрос, мы с моим парнем договорились о том, что если он мне изменит с Марго Робби, то мы не будем это считать за измену, вот, я бы хотела узнать, у вас с Леной есть список звезд подобный? Мы такого никогда не обсуждали вообще, чтобы, ну, а не, я знаю, она всегда мне говорила, она говорит, у меня идеал, она всегда говорила, ну, вот посмотрите на меня, она говорит, у меня идеал мужчины. Просто идеал. Не идеал, просто нравится. Ну, скажи, ну, ладно, идеал, ну, кто? Здрасте, вин-дизель, я такой. А как? Я такой. Не, ну, ты, да. Ну, я есть вин-дизель? Ну, вин, но не дизель. Да, ну, в общем, ну, если у нее стоит вот в этом листе вин-дизель, ну. Ей это не светит. А, ну, я не знаю, да, может быть, когда-то, если перепадет, а если она ступится на вин-дизеле, я скажу, ну, наверное, я понимаю это как-то. Может, твоей супруге нравится не вин-дизель, а его слова о семье? А-а-а, вот это-то я перетянул себя реально, я сейчас тоже как вин-дизель такой, главное семья. Да, семья, братва, главное. Денис, расскажите про ваш семейный бюджет, то есть деньги хранятся у кого-то одного, и он выдает другому, или деньги хранятся в каком-то одном месте? Да у жены все его бабки полетят все еще. А также сколько и на что вы тратите каждый месяц? У нас есть деньги семьи, которые… Биг Мани. Да, Биг Мани, которые как бы зарабатываются на рекламу в моих соцсетях, именно, допустим, у меня в Инстаграме, на Ютуб-канале, там, в ТикТоке. Это прям, это деньги, которые приходят ко мне именно, и они хранятся на моей карточке, и на нее мы живем. Семья, бюджет… Это папи Мани. Все расходы, да. Все расходы. А есть маме Мани. Есть деньги, которые зарабатывает Лена за свои социальные сети, она там зарабатывает деньги, и эти деньги тратит только она. Вот, она может покупать себе там, ну, что хочет вообще, мы туда с семьей не лезем. Но она также тратит… Мы туда с семьей не лезем. Не, она, конечно, может на эти деньги покупать то, что ей хочется, но туда, конечно, не лезем с семьей. Да. Не, ну я считаю, что это круто. У нее есть свое ощущение денег. Ты не говоришь, как подростки, знаешь, такое. Ну, конечно, Леночка сама тратит, она ощущение правильное денег, она уже понимает, что ей покупать, как бы, что ей нужно. Ну, и она благодаря этому, я вижу, как она развивается. То есть, она там, для меня был такой предмет гордости, я прям ходил, прям, говорю, такая. Она когда миллион рублей первых заработала, я такой, ты такая, молодец, ты миллион заработала. И она сразу там купила себе что-то, сумку, что-то еще. И благодаря ее тратам, я уже не раз рассказывал это, я заметил, как я начал расти. Я такой, ну, я как будто раньше, ну, знаете, такой, не позволял там себе чего-то там, качество жизни даже улучшить для семьи. А сейчас я такой, ну, вот Лена позволила себе там какую-то сумку дорогую. Я, значит, понимаю, что я, в принципе, для семьи могу квартиру снять подороже, получше. Представляешь, женщина, вот, представляешь, да, какая, как женщина-магия какая, она себе покупает сумку, и из-за этого ты понимаешь, что надо квартиру подороже. Да, да, да. Вот это женская магия, да, вроде, как бы, такой интересный размер. Она себе купила сумку, ты думаешь, квартиру подороже надо. Благодаря ее тратам происходит мое, как бы, развитие, как мужчина. Я такой, о, значит, я могу сюда деньги инвестирую. Знаете, раньше ты же, как, заработал там 500 тысяч, сидишь над ними, чахнешь. Ты такой думаешь, ну, потому что было голодное детство, и оно тебя обязует бояться. Ты когда заработал, я сидел с этими деньгами, не знал, что делать. И мы вроде сидим в обычной квартире, вроде ничего не можем позволить себе, я там родственникам ничего не могу сделать. А так что-то вот она, раз, расширяет нашу финансовую реальность. Она купила сумку, я квартиру, она купила туфли, я стиральную машину. Ну, да. А что должна купить Лену, чтобы ты купил квартиру за 200 миллионов? Блин, вот это вопрос хороший. Я тоже к ней, я все время такой, я к ней прямо реально сейчас подхожу. Гелик, сама себе куплю. Как будто ты, ну. Сама себе куплю гелик. Вот мы сейчас в Дубае пожили, сколько мы там пожили в Суме, почти 6 месяцев мы там зимовали, мы такие приехали. И я понимаю, что тоже у меня отношение к финансовым, ну, к тратам другое стало. Я такой к бизнесу по-другому начал относиться. Ну, короче, это очень интересная схема, которую я тоже предлагаю вам развивать, мужчинам и женщинам. Попробуйте завести, вот, чтобы у женщин был свой доход, и трудитесь, и развивайте друг друга, дополняйте. Это классная схема. Пусть наши женщины будут шикарными. О, это вообще самое главное. К чему это все, если твоя женщина не шикарная и не счастливая вообще? К чему тогда все твои труды? Аминь. Спасибо большое. Под каждым словом распишусь. Типы сидят такие. Стоит, типа, с девушкой сидит, сейчас такой смотрит наш выпуск. На него вот так смотрит. Да. Но тут тоже, да. А, да не все, все нормально. Все, братка, нормально все. Сказал, отрезал, все. Я когда писал рэп в квартире с друзьями, мы пили по 6 бутылок пива, я писал рэп. Она работала в страховке в автомобильной и зарабатывала деньги. И просто ждала, когда я начну зарабатывать. Там обоюдная схема поддержки. Святая женщина. Да. Все, надо какой-нибудь. Да, задайте какой-нибудь вопрос, чтобы мы, мне кажется, мы такие жутко ванильные. Да все бомба. У нас у ребенка синяк, спросите почему. Бьют они тебя. Ну да, да вела. Да вела мать сбьет. Не, мать пьет, а отец сбьет. Да. Ой, ой, ой. Следующий вопрос. Угадайте, почему синяк. Почему синяк. Откуда эти шрамы. Ну расскажи, почему синяк. Поделись. Угадайте. Ну ты же случайно конфету ела и так случилось. Ударилась. Ну а что было, расскажи. Передряга какая-то. Ка. Ка. Каша. Качели. А, качели. Ну это святой. Да, блин, мы так это было вообще. Мы что-то сидим на детской площадке, а там площадка сконструирована странно. Там место, где бегаешь, и вот эти качели, знаете, еще необычные, а которые такие, как сетка сделаны, где лёжи можно качаться. Ужас. И там дети качаются, они вот так раскачались, и она что-то с детьми бегала, и просто пробегает. К салке. К салке. И я вижу, это качели просто ей. И она прям. Просто, просто, смотри, ты отворачиваешь, и я уже лежу. Да. Не, не говори, что он отвернулся. Скажут, он отвернулся, когда в его дочь попала качель. У меня просто непроизвольно воздух из меня вышел. Я такой, я просто, я такой. Папа, а можешь показать, как ты, ну, закичал? Да, я просто, я увидел, она лежит, и я такой. Я даже не понимаю, что это было. Эй, качели, иди сюда. Реально, желание. Я закачели, понял? Я тебе говорю. И желание бежать, бить что-то вообще. Эй, обшелы, бацо. Типа, да. И она лежит, и я такой, и это, знаете, несколько секунд просто, ну, невероятного страха, оцепенения. Я ее поднимаю, сразу начинаю там, отвлеченно разговаривать. Что ты, как ты там, что-то еще поднял на руки? И все вокруг такие, в травматологию, в травматологию, в травматологию. И Лена тоже, у нее уже все, ну, паника. Ну, мы просто, я такой, иду, иду, и просто стараюсь говорить что-то, чтобы ее отвлечь, потому что она сильно плачет. Я говорю, как там у тебя, чего-то? Я говорю, слушай, ну, качели прилетело, нифига себе, ты бегала. Я просто какую-то бурду главную отвлечь. Мы садимся в машину, приезжаем в травматологию, там ее смотрят, челюсть целая, все целое. Говорят, офтальмолог, невролог, все хорошо, но обделались мы знатно вообще. Вот никому. Друзья, будьте аккуратны с качелями, бегайте подальше. Я расскажу в детстве, что я знаю, в каждом дворе была качель-убийца. Знаете, в каждом дворе такая, с выкопанной, вытертой землей под ногами. Знаете, когда, и я иду с вами двоюродным братом, нам по 9 лет где-то, и бабушка говорит, Вася, я тебя умоляю, не подходите к этой качели, играйте в теннис. Ну, было либо качель, либо теннис. Ну, все, мы идем с братом, я ему говорю, я сейчас сальто закручу. Знаете, мысль, что ты умеешь делать сальто. Ну, в интернете много фиксаторов сейчас такого, братец, и я... А бабушка первый этаж, то есть теннис в подъезде с одной стороны, теннис с другой стороны, и качель. Ну, я знаю, что бабушка всегда на балконе, она вот так стояла. Ну, как я не посмотрел на нее, что-нибудь перелезть через забор, поворачиваешь на балкон, бабушка стоит. В халате, не моргая просто. Потом опять отходишь, что-то делаешь, бабушка стоит все равно. Ну, что здесь, у бабушки нет. Я говорю, давай, закручивай меня, сажусь на качель. Ну, у меня в голове, он меня крутанет, еще раз подкинет, я крутанусь, приземлюсь просто вот так, да, и получаю... Короче, я как-то оказываюсь, и в какой-то момент, я просто понимаю, что я оказываюсь в яме, я вот так просто оборачиваюсь, я в яме прям оборачиваюсь просто, я ничего не помню. И только слышу голос. Идиот! Вот так. Все, ну, слушай, мне качель по затылку просто ударила, я потерял сознание. Голос бабушки. Идиот! Все. Да. Какие воспоминания, какое детство было? Вообще. Получай. Привет, привет. У меня будет вопрос к Денису и к Лене. Денис, ты в своем интервью говорил о том, что ты плачешь при Лене. Да. Расскажи, когда ты в последний раз из-за чего плакал, и Лена, вопрос к тебе, не теряется ли образ мужчины и защитников в твоих глазах, когда Денис плачет? Мне кажется, я вообще недавно плакал, да, когда просто осознал. Мы были на зимовке, вернулись, я пошел делать чекап, Лена тоже делала чекап, мы мою бабушку Тамару Петровну отправили в больницу. У Лениной сестры появились проблемы, ее отправили в больницу, плюс Вася сбила качеля. И знаешь, такое было ощущение пузыря, что вокруг доктора у всех какие-то проблемы, все это надо решать, 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 и все эти проблемы, ну, они касались прям, там, у всех были реальные какие-то проблемы. Для меня это очень такая тема. И я не выдержал, я просто подошел к ней, она меня обняла, и я прям развалился, я прям разревелся, стоял, плакал. Вася этого, ну, ее не было там. Я стоял, плакал, она такая, ну, вот такой период может быть. Тяжело, тяжело. Это прям было вот неделю назад, наверное. Периоды бывают тяжелые, их надо просто проходить. Хорошо, что у меня есть жена, которая вот так дает мне возможность дома быть абсолютно самим собой, потому что за пределами дома я там с бабушкой и со всеми, кому нужна помощь. Я хожу, шучу, веселюсь, чтобы поддерживать эту атмосферу, а дома я вот могу развалиться, побыть тряпкой и набраться сил, потому что это то место, силы. Это, мне кажется, ты просто после Дубая приехал. А тоже? А было ощущение, да, было ощущение, было ощущение, что да, ты еще вернулся, знаете, как с отпуска, с отдыха, и пошло тут, там, сям, ты такой. И где-то сильнее проблема, где-то ты просто, ну, не выдержал. Плюс я говорю, у меня там еще случилось с глазом проблема. Просто, да хрень какая-то, не могу. Слезы попали. Да, у меня просто сидел в туалете, монтировал видео. Вот жизнь блогера, сижу в туалете, монтирую смешное видео. И у меня просто правый глаз такой, пум, как пятно на нем. Я такой, что это за прикол еще? Я говорю, и это, знаете, ко всему. И я такой, прихожу к офтальмологу, и они такие, спорят, и такие. Все нормально. Нет, они наоборот, они такие. И вот так. Вот, да, они вот так начинают делать. И я просто, а я тревожный парень, я, ну, обделался, что-то. Я думаю, что у меня там, у меня там всего, все? Представляешь, они такие, говорят, это укаяк, а давай его разорвем так. Ну, да. И в общем. В третьем ряду, видите, вот. Вот, да, и вот это, и ты боишься, они такие, и ты такой, пожалуйста, я прихожу домой, к Лене, говорю, я не знаю, что там. И она такая тоже, они позвонили, Лена, разорви его тоже. Да. Вот, извините, что я такое навалил, да. Да, в общем, короче, мы поддерживаем, поддерживаем тебя всегда. Да. А у меня нет, у меня не рушится нисколько образ. Я считаю, что слезы – это проявление, наоборот, сильной стороны, когда человек не боится перед тобой открыться. Спасибо вам большое. Денис, у меня вопрос к тебе. Да. В одном из своих последних влогов ты сказал, что тебе понравилась квартира пятикомнатная за 200 миллионов рублей. Да. Скажи, пожалуйста, ты не обнаглел рассматривать такие варианты? Ты реально можешь себе такое позволить? Да, в этом, нет, мы пошли просто, чтобы… Я же только что рассказывал про гелик, который стоит там 50 миллионов, я пока, пока еще не совсем простроил этот маршрут. Ты думаешь, гелик, жене лучше подарок делать или мужа сделать, жене или мужа, жене или мужа? Как научиться делать так, чтобы зарабатывать такие деньги. То есть мы сходили посмотреть ее, ну, это же выглядит, как квартира мечты. Давай сходим, посмотрим. Знаете, есть такая визуализация. Ты пришел, посмотрел, почувствовал и, наверное, как-то вселенную там расширилось. Сейчас я рассказываю, как Блиновская. Ребята, формулируйте свои запросы всю вселенную правильно. Но, может быть, действительно. Но пока у меня, то есть даже в ипотеку, я не знаю, это вот еще Васиным там внукам и правнукам оставить такую. Я не понимаю, как. Да, мы зашли, нам очень сильно понравилось, но я такой сел и такой думаю, ну, странно это работает визуализация, потому что я только расстроился, я такой, круто, но как, я пока не понимаю. Вот, вот, расскажите, ну, а, вот я сейчас это, бизнесом занялся. Вот он бизнесом занялся. Мы открыли барбершоп недалеко отсюда. Они открыли барбершоп, скажи адрес, потому что мы ссылку разместим. Спасибо большое. Вот сидит Лев, это самый лучший барбершоппер в мире. Он стриг меня 400 тысяч лет, и я мечтал, что я с ним открою какой-нибудь совместный барбер, и мы сделали это. Ну, как называется, скажи, пожалуйста, что мы сделали, рекламу сделали. Называться будет невероятно. Пармакодик на скидку, пожалуйста. Конечно, вообще не вопрос. Все, тебе скидка за клевые вопросы, за возможность рекламировать. Да, у него стрижка, конечно, ему надо что-то сделать. Старик, там у тебя провал просто. Да, барбер, скажи. Вот это, лонжерон, балкон сзади, ну что это такое? Вы так уже не носят. Называться будет он невероятно. Мы долго думали и назвали его Кукаяка-барбершоп. Круто. Да. А надо еще делать, чтобы Кукаяка-рукаяка, чтобы... Да, что стрижет, да? Да, это хороший креатив. Приглашайте, я подстригу у вас кого-нибудь. Когда открытие, скажи, пожалуйста. Открывается он... Нет, так нельзя говорить, когда ты открываешь очень важную вещь, ты не можешь спрашивать у человека, когда он открывается. Потому что смазывает ощущение. Я очень вернусь. Еще раз. Он открывается в среду. Это сегодня среда, да, у нас? Вообще-то... Итак, ребята, смотрите, сегодня открывается здесь рядом с нами наши прекрасные соседи. 24 мая открывается супер-барбер... Барбершоп Кукаяка-барбершоп. Да, супер-барбершоп Кукаяка. Как я называю, Кукаяка, золотые рукояка. Да. Лука... Лука в переулок 10, так что приходите, Василий. Я здесь, вообще я здесь. Вам здесь вообще по соседству дойти, да? Но меня мой армян, наверное, проклянет. Понимаю, понимаю, да. Ну, если что, вдруг. Да, если вдруг армян занят или уехал в Армению. Лука в переулок 10. Следующий вопрос. Слава. Владислав и Андрей. И? И Андрей. Вот так, Кукаяка, дорогой. Подожди, микрофон будет. Быстрее снимайте, он застеснялся, он угорел. О, мой гад. Мы... Да, я подключу тебя. Подожди, я подключу тебя. Кто это, Василий? Стой, стой, сейчас. Ты видишь, что мы... Мы только утром смотрели влог-скуад и думали, когда же вы прилетите. Когда же вы прилетите? И вот они здесь. Алло-лло. Нет, слышно? Мы просто похожие. Тоже красивые. Скажи. Ну, так нельзя делать. Ну, скажи, мы такие подонки, скажи. Я только что разговаривал про то, что у меня влечение пропадает. А сейчас все вернулось, скажи. Ребята. Может, скажи, может, твой конек, это мужские сцены постельные все-таки. Братские называют. А, братские. Ты не ожидал их увидеть? Не на секунду у меня. Я не могу сейчас сказать такое слово, чтобы при Васе... Я когда думал, что когда Андрей зашелся с вами, я подумал, что это... О, жена? Объясни всем, кто это. Объясни всем. Фу, блин. Это Андрей и Влад. Это ребята... Да, это как бы члены нашей семьи, можно так сказать. Они с канала... Они делают канал... Да, блин, это наши самые... Одни из самых больших друзей в Закадыке. Они сейчас скитались по всем странам мира. Я их умолял. Говорю, вернитесь, пожалуйста. Давайте вместе снимать контент. Они говорят, Дэн, ну мы не можем. Мы сейчас в Грузии. И они сегодня до утра писали мне в чате. Дэн, а ты... Проверили тебя, да? Что ты там это... Так рано пишешь. Я говорю, я на съемке. Я до вопроса ребром. Они такие в шутку. Ты нас не позвал. Скинь адрес. Я говорю, вот там Мясницкая 24. Они говорят, ну все, вылетаем. Я такой, да, да. Смешные приколы, конечно, как у вас на канале. Ты видишь, как... И раз, я такой... Можете я вас обниму, пожалуйста? Фу, я это... Да, пацаны. Фу. Как так вообще? Фу. Программа «Жду тебя». Жди меня, да, вообще. Давайте вопрос. Всем привет. Вася, привет. Привет, пацаны. Денис, привет. Лена, привет. Вася, привет. Всем привет. Я же уже знакома, знаю, можно не говорить. Испепеляющая красота. Короче, в чем вопрос? У вас был легендарный рэпер российский Чиппингос на программе? Что значит был? Он всегда здесь. Он... Чувствуешь? В общем, как выяснилось, он делал свои дизайнерские футболки. Да. Тища. Очень крутые, тишки, да. И делал их, ну, на всемайки.ру. Как выяснилось. Как вы, легенды... Блин, хорошо, что ребенок здесь. Как говорится, легенды штампуются. Да. Вот вопрос в чем. Денис тоже делает свои футболки, и не только. И хотелось бы узнать, действительно ли ты делаешь их тоже там. И если нет, может быть, просто немножко умнее бирки срезаешь. Если нет, то расскажи немножко об этом. И вопрос к Лене и к Васе, он не должен отвечать, заставляет ли он вас это носить. Нет, я... Мне, естественно, почему мне не подарили? Я смотрю на людей просто. Блин. Даже джараха в этом, понимаете? А я говорила. А я говорила с утра. Я просто, не, я просто, ну, я, во-первых, хотел... У меня тезка, Василисия, хотел подарить свои просто. Ну, это, я не знаю, как я приду теперь домой. А может, там размера нет твоего просто? Есть такая возможность. Нет, нет, нет. Вот он мне тоже ничего не дарит. Скажи. Ну, ладно, хорошо. Давай послушаем, где это производство происходит хотя бы. Давайте. Пооблизуемся. В каких-то трикотажных цехах. Производим все в Москве, все в России. То есть рядом можно было просто зайти, взять и привезти, понимаешь? Мы стараемся закупать самые лучшие, максимально лучшие ткани у нас в Москве. Лучая ткань, производится в Москве. Да. Вот. Фирма, где это шьется, называется «Все майки.». Ой, можете это вырезать? Да нет, нет, у нас свое производство. А что еще сказать? У нас свое производство. Делаем, стараемся, развиваемся. Вот сейчас запустили детскую коллекцию, сделали, был оверсайз. Да, оверсайз большой как раз для больших парней. Я сегодня пришлю, честное слово, я сегодня пришлю. Это я, это я, это я просто очень стесняюсь. Ну что делать? Нет, я стесняюсь. Слезо на глазах. Мне очень стеснительно все время присылать, особенно знаменитым людям. А ты не стесняешься? Знаменитым людям? Да, мне кажется. Баум, молодец, да? Мне очень стесняюсь. Мне кажется, что я навязываюсь, типа надень вот это, пожалуйста, поддержи. А как правильно? Блин, ребята, я так стесняюсь делать подарки, если честно. Ну я не знаю, как к этому относятся некоторые, это знаешь как, это как будто обязывает человека. Я прислал ему, а он такой, ну... С чего это обязывает? Ну не знаю. Прислал, прислал, все и все. Ты говорила, пришли. Я все, сегодня, сегодня до конца съемок. Ты говоришь, как будто это плед Муз-ТВ. Ну вот, я не знаю, как... Ну в общем, да, сейчас мы еще стараемся наладить отношения с Турцией, чтобы там тоже делать производство, потому что джинса и всякое такое... Лучше там нет, лучше, чем в Турции, нет джинсы. Самые знаменитые джинса из Турции. Вот. Мне бабушка так говорила всегда. Да? Так что стараемся очень сильно развиваться и делать что-то классное, чтобы даже... Я жду, не, мне обязательно надо, я говорю, я буду хейтить. Сегодня до вечера все придет. Я просто поклонник, поэтому... А какой у тебя это любимый? Розовый? Розовый, мне розовый. Все, присылаю. А Вася что скажет? Вася не будет врать точно. Вася, тебе нравится твоя футболочка? Ну особо я могу сказать правду нет. Она обижается, что папа ей не делает ровно такие же, как у него. И розового цвета в футболке нет. Вот она все время его за это... Розового, так вы не понимаете. Я просто глянусь, мой... Черного и черного. Мы для Васи сделаем свою футболку розовую. Сделай и мне подарили, не забудь. Давайте, знаете что? Давайте еще радужную. Радужную? Радужную. Нет, спасибо. Давайте, спасибо, продолжайте кушать. У нас есть люди, которые хотели бы сегодня здесь быть, но по причине того, что у нас место не безразмерное, люди приходят в другие заведения и оставляют свои видео-вопросы. Мы обязательно ему задаем на экране видео-вопросы. Обратите свое внимание ей, пожалуйста. Всем привет. Меня зовут Кристина. Я нахожусь в городе Краснодар в ресторане «Горилла Байбаста» по адресу улицы Мира 1. И у меня вопрос к Денису. Денис, ты делал предложение Лене на фоне картинки Эйфелевой башни на телевизоре. С тех пор, сколько раз ты возил Лену в Париж и какой последний романтический сюрприз ты для нее делал? Угу. Да. Когда-то 10 лет... Ну, почти уже 10 лет назад. 9. Сейчас, на данный момент 9 лет назад. Я тебе аккуратно, ты... Да, это да, его по тоненькому прошло. Много лет тому назад, ты говоришь. У нас пробилось с Леной 10 лет, как мы были в отношениях. Ну, пробило, нельзя так говорить. Я счастлив. Исполнилась знаменательная дата 10 лет наших отношений. Да. И я как-то уже понял, что, в принципе, ну, Лена, она в какой-то момент даже отчаялась, наверное, она такая ждала-ждала предложение. Вот уже мы 10 лет встречаемся, и ничего не происходит. А я был таким этим парнем, который все... Я такой, сейчас построю карьеру, сейчас заработаю деньги, и вот, ну, появится ощущение, что есть деньги, и, значит, мы можем строить семью. А это вот 10 лет карьера что-то строится, идет, а этого ощущения не появляется и не появляется. Ну, и я такой думаю, ну, ладно, надо тогда просто сделать уже это предложение, и все, и прийти к какому-то умозаключению и бракосочетанию. И я хотел это сделать максимально так, ну, классно, как я это считал, на фоне Эйфелевой башни, отвезти ее в Париж и сделать это предложение. Но денег не было. И я скачал на заставку, фотку Эйфелевой башни на экран, и на свой день рождения, 31 января, неожиданно, там, перед друзьями, встал, включил эту башню, включил Нори Дарьян, по-моему, и встал на колено и сделал ей предложение. Вот. Это было клево и приятно ей. Но сейчас, спустя 9 лет, мы хотели 10, но подумали, почему, если есть возможность сейчас, спустя 9 лет, на мое день рождения, мы полетели в Париж, я купил более дорогое кольцо, и встал на колено перед ней на фоне настоящей Эйфелевой башни, и все было к лучшему, потому что теперь это видео снимали не друзья, а это видео снимала еще и Василиса. Вот. И у нас, да, да, и у нас это видео. И свито. Да. Так что мы... Не-не-не, это снял Артур. Снял Артур, да, хорошо. В общем, Гештальд закрылся, и предложение на фоне Эйфелевой башни спустя 9 лет состоялось. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях, у нас в гостях были замечательная семья Кукаяк. Если вам кажется, что семья Кукаяк была неискренна, поднять нужно будет черную свинью. А если же на самом деле семья Кукаяк, как раз такой, какой она является, удивительной, замечательной, искренней, доброй, настоящей, поднять красного динозавра. Если красных динозавров окажется больше, за счет в сегодняшней программе, как всегда, заплачу я. Итак, дорогие мои друзья, ваш вердикт... Ого, спасибо большое. Понятно, несите счет. Спасибо, аплорисменты, дорогие друзья. Она деньги приготовила. Спасибо, Василиска. Спасибо. Спасибо, родная, спасибо. Вы так вносите, как будто мертвого хомячка, да? Просто... Ла-ла-ла... Так, е-мое. Спасибо, дорогие друзья. Хотел спасибо сказать вам. Вам спасибо большое, что позвали. Эх, власть я не я. Было искренне... Было искренне, позитивно, по-настоящему. А я тут сто миллионов могу дать. Сто миллионов? Тогда, может быть, за квартиру ничего? Это полквартиры. Да, это полквартиры. Спасибо большое, Василиска. Спасибо большое, дорогие друзья. Что позвали. Спасибо. Большая честь. Спасибо большое. Спасибо большое всем за вопросы. Василис, до свидания. Спасибо большое. Спасибо. Ну еще раз бонжур. Спасибо. Еще раз аплодисменты, дорогие друзья.